Во рту у каждого из нас настоящие джунгли, состоящие из сотен разного рода бактерий, простейших грибков, вирусов. Производители зубных паст, щеток и прочих средств гигиены ротовой полости изображают это население как армию злодеев. А реклама создает впечатление, что избежать кариеса можно только под корень, уничтожив эти джунгли. Однако действительность она несколько сложнее. Большинство этих микроорганизмов обитает во рту постоянно, и в этом нет ничего удивительного. В среде их обитания круглый год тепло, около 37 градусов Цельсия. К тому же постоянно влажно, и все время поступают питательные вещества. Кроме съестных припасов, в рот нередко попадают посторонние предметы. Пальцы, карандаши, авторучки, ну и еще, наверное, многое что. И каждый этот предмет приносит свои новые микробы. На каждом квадратным миллиметром ткани щек, в каждой складке десен, в каждой бороздке языка таятся живые организмы. Даже хорошо вычищенные зубы, они кишат миллиардами бактерий. Большинство специалистов оценивают количество видов микроорганизмов, постоянно живущих в ротовой полости человека, от 200 примерно до 500 единиц. И из них изучены и названы только полсотни. Выглядят они весьма разнообразно. Это и шары, и палочки, нечто вроде кукурузных початков, ершиков для бутылок, спирали разные, змейки. Они прикреплены к одному месту или плавают в слюне, вращая жгутиком, как пропеллером. Несмотря на такое богатство видов, исследователи давно концентрируют свое внимание на одном виде бактерии. Стрептококки изменчивом – это такая округлая бактерия, живущая только на зубах человека. Открыта она была еще в 20-х годах 20 века. А в 1956 году было обнаружено, что она способна расщеплять сахар, вырабатывая молочную кислоту, которая разъедает зубную эмаль, и это ведет к кариесу. Изучение всего сообщества микроорганизмов рта началось давненько, в 1966 году, в Датском Королевском стоматологическом колледже. Тогда 11 добровольцам на три недели прикрепили к зубам съемные пластинки и запретили пользоваться зубной щеткой. Пластинки время от времени удаляли и исследовали под микроскопом. Ученые увидели, как на поверхности первоначально чистых пластинок появились микробы, как один вид сменял другой, и, наконец, установилось такое же сообщество, как на окружающей пластинке поверхности зубов. Даже через 8 примерно часов после чистки зубов эти пластинки уже могли кишать стриптококками, а через день зубы могли быть покрыты плотным слоем этих первопоселенцев. И к ним еще добавлялись длинные палочковидные, нитевидные организмы, среди которых фузобактерии, вырабатывающие дурно пахнущие соединения серы. Исследователи задавались вопросом, откуда же попадают эти микробы в рот, к примеру, новорожденных младенцев. Для изучения у детей и их мам брали пробы слюны на протяжении 5 лет и сравнивали ДНК имеющихся в слюне микробов. Было обнаружено, что источником микробов служит именно мать ребенка. Оказалось, что почти у каждого из нас во рту живет свой собственный штамм стриптокока изменчивого. И только мама и ребенок, как правило, имеют одинаковый штамм. Микробы, полученные в младенческом возрасте, остаются во рту на всю жизнь. И установившаяся колония микроорганизмов защищает свою территорию, как стая обезьян в тропическом лесу. В сравнении же микрофлоры рта у супругов показало, что их микробы, они различны. Хотя некоторые виды бактерий, способствующих развитию болезней десен, передаются при поцелуях. Но из сотен исследуемых семейных пар штаммы зубных микробов совпали лишь у одной пары. Традиционный наш подход к гигиене рта – это пытаться уничтожить все микроорганизмы. Но это неверно. Некоторые из них выполняют полезную функцию, останавливая проникновение более вредоносных микроорганизмов. Полоскание полости рта может казаться полезным, ну или, по крайней мере, безвредным дополнением к ежедневной процедуре чистки зубов. Но новые исследования доказывают, что пользование антибактериальной жидкостью может убивать полезные микробы, которые живут во рту и защищают даже от ожирения и диабета. Хотя жидкость для полоскания рта должна быть нацелена только на бактерии, которые вызывают зубной налет и неприятный запах изо рта. По результатам разных исследований было даже обнаружено, что люди, которые даже дважды в день полоскали жидкостью свой рот, в течение трех лет у них увеличивалась склонность к развитию диабета или опасного роста содержания сахара в крови. Полезные бактерии во рту они могут защитить от диабета и ожирения, поскольку некоторые микробы помогают организму продуцировать оксид азота, который в свою очередь регулирует уровни инсулина. Оксид азота также важен для регулирования обмена веществ, баланса энергии и поддержания уровня сахара в крови. Ну а традиции полоскания полости рта после еды, они очень давние. Они исчисляются тысячами лет. Но первый коммерческий продукт был разработан в конце 19 века и назван был листерин по имени Джозефа Листера, британского хирурга. Первоначально-то эту жидкость он использовал как хирургический антисептик, но к 1920 годам эта жидкость уже продавалась как средство от неприятного запаха изо рта, а также как средство от перхоти и для чистки пола. Современные многие жидкости для полоскания рта содержат мощные растворы для уничтожения бактерий. Поскольку избавление от полезных бактерий создает предпосылки для развития потенциально опасных бактерий, рекомендуется не очень-то увлекаться полосканием рта. И делать это следует не больше одного раза в день. Ну а если кому-то хочется освежать свой рот непременно почаще, можно воспользоваться совершенно безопасным методом. К примеру, съедать ломтика 2 свежего огурца. Этот овощ избавляет от неприятного запаха изо рта, поскольку огурец обладает антибактериальными свойствами. Если подержать во рту ломтик огурца около секунд 30, он подействует, и бактерии, которые ответственны за неприятный запах изо рта, будут деактивированы. Также для освежения полости рта неплохо пожевать веточку укропа или петрушки. Субтитры подогнал «Симон»